Приветствую вас, уважаемые любители выпить! Как вы помните по предыдущему алкоголическому видео, где я показывал настойку грушевую, ну а если не помните, не видели, то посмотрите, там вот где-то в правом верхнем углу должна быть ссылочка, нажмите на буковку И и можете перейти посмотреть. Так вот, от этой грушевой настойки осталось у меня вот тут чуть-чуть вот такой вот кашей очень приятного аромата, пахнет корицей, альнисом, грушами и как всегда же выбрасывать, жалко, вы же понимаете. Тем более, что у меня вот есть чуть-чуть сырца, 5 литров, уже разведенного до крепости 30 процентов, то есть это была первая перегонка с головами и хвостами, надо его перегонять. Ну почему бы не перегнать с этими грушками? Может получится легкий приятный аромат, а не получится, так не получится, но уже не буду брать чуть-чуть сырца, а возьму как положено 5 литров, потому что после этих горелых яблок уже как-то не хочется уж сильно там прям в эксперименты влазить. Так вот, берем этот сырец, и выливаем в эти грушки яблочки, точнее грушки корицы, и в самогонный аппарат. Так, еще раз сполоснул. Ну чтобы же, если делать так, чтобы добро ж зря не пропадать. Вот, баночка, можно сказать, чистая. Я теперь остаток сюда выливаю. Так, вылил. Ну что, теперь ставим прокладочки, все причандалы такие положено, ну а дальше там буду отбирать головы, покажу вам. Идет у меня перегонка. Отбираю головы, и вот у меня уже почти все головы, которые надо отобрать, накапали. Отобрать мне надо, исходя из объема абсолютного спирта, находящегося в кумбе, 160 миллилитров. Ну, отбирать желательно покапельно. Это я уже сейчас прикрутил, видите, еле-еле капает. А, чуть-чуть прозевал, так у меня прям струя такая лилась. В общем, накапали эти головы не покапельно, а по струйно. Ну, в принципе, особо страшного в этом ничего нет. В общем, до 160 миллиметров дойду, и буду отбирать тело. Закончил я отбор. Вот, здесь у меня 72-градусная самогоночка. Ну, и чуть-чуть вот на пробу развел. Надо же продегустировать по-человечески, чтобы вкус почувствовать. Ну, вы меня понимаете. Сразу скажу, для любителей статистики, ну, и вообще, для любителей этого дела, перегонку я закончил, когда в струе у меня было 50% спирта. И вот такой кристально чистый напиток, уже разведенный до 40 градусов, у меня получился. И будем бухо... ой, дегустировать. Ну что, нюхнем, глотнем. Пахнет интересно. Такая чистейшая водка, но с таким легким-легким ароматом груши. Я бы сказал, такой отдаленно напоминающий конфету дюшес. Но именно такой легкий-легкий аромат. Ненавязчивый. Попробуем. Ваше здоровье, кстати. Да, что касается вкуса, вкусненько. Есть легкий оттенок, опять-таки, конфеты дюшес. И это приятно, не может не радовать. Вот, например, вот так хочется посидеть с беленькой водочкой, но не просто со спиртягой какой-то, а чтобы был такой нежная такая отдушка, нежный оттенок. Как вы видите, наливаете на ваше здоровье и выпиваете. И сразу уже встает хорошо. Вот, например, с яблочком, с той же грушкой, с персиком. Мольше даже ничего. Так что, если будете делать грушевую настойку, не выбрасывайте то, что останется от производства этой настойки. Очень хорошо, так нежная получается водочка. Ну, я вот в этот раз доволен. Не сгорело ничего. Легкий аромат, легкий вкус. Можно даже сказать, что это вот прям грушевая водка. Ну, в общем, ваше здоровье. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, экспериментируйтесь, не стесняйтесь, и будет вам счастье. Всем пока.